Доклад, который, в общем, называется о том, как мы используем генеративные модели для быстрой симуляции. Ну и для того, чтобы ввести вас в курс дела, просто немножко идею от того, что мы на самом деле делаем, постановку задачи, и дальше я просто расскажу, с какими сложностями мы сталкиваемся, и каким образом мы их пытаемся решить или решаем. Мой доклад будет концентрироваться на экспериментах Большого дронного коллайдера, однако тема немножко более широкая, то есть она скорее касается всей физики частиц. Но все-таки мы остановимся на этом эксперименте. Эксперимент очень большой, самый большой эксперимент в мире. Он находится под Женевой, вот Женевский аэропорт для масштаба, вот, и вот кольцо Большого дронного коллайдера. На нем есть четыре основных эксперимента, LHCB, ATLAS, ALISA и CMS. Наша группа, лаборатория Лямбда, в основном работает с LHCB, но также у нас есть какие-то проекты с CMS, и как-то мы еще общаемся с другими экспериментами. Внутри коллайдера, который находится глубоко под землей, есть, сталкиваются пучки протонов, соответственно, в каждом пучке большое количество протонов, соответственно, вы можете всегда сказать, что там, что, когда мы говорим «столкновение», сталкивается обычно несколько, происходит сразу несколько событий столкновения. В точках столкновения стоят, соответственно, детекторы. И вот давайте поговорим немножко про эти детекторы. Не очень сильно много. Во-первых, зачем нам нужно большое количество столкновений? Дело в том, что наше событие, которое нас интересует в физике, в физике частиц, на данный момент происходит очень редко. Все, что происходило часто, мы уже измерили, и мы хорошо знаем, наверное. И, соответственно, нам нужно копать все глубже и глубже. И, в общем, если сравнить, например, с человеческой жизнью, то нам нужно найти какую-то конкретную одну секунду, то есть вот у нас какую-то важную секунду, то есть важное событие, которое происходит в какую-то секунду. То есть нам нужно фактически спуститься от 40 МГц, который у нас шум, до примерно сигнальной частоты. Сигнальная частота — это примерно одно 10 событий в час происходит. Соответственно, что мы должны сделать? Мы, с одной стороны, должны накопить как можно больше столкновений, и мы это делаем путем накапливания большого количества протонов в пучке. С другой стороны, мы должны убрать все неинтересующие нас события, заведомо неинтересные нам события, так, чтобы они не дошли до хранения, потому что хранение у нас тоже сильно ограничено, поэтому нам нужно в реальности принимать много-много решений достаточно короткое время, то есть примерно время решения, которое у нас дано, примерно 10 минут с 7 секунды. Для того, чтобы записать какие-то события, нам нужны камеры. То есть то, что называется детектор, это фактически камера, просто немножко по-другому построена, хотя некоторые принципы там в реальности те же самые. Если мы говорим по энергии камер, то скорее это можно сказать, что у нас есть множество, многослойная камера, там есть примерно 200 квадратных метров матриц с разрешением 100 мегапикселей, и, соответственно, там происходит примерно, как я говорил, 40 миллионов событий в секунду, и мы должны записать где-то 200 до 200 тысяч событий в секунду. Вот. Единственное, что эти камеры, конечно, работают множество-множство лет. Вот. Раньше с камерами было все очень просто. Вот пример, вот 70-е годы, анализ эксперимента происходил вот таким вот образом. Соответственно, сидел человек, который прикладывал линейку вот к такой фотографии и говорил, что, в принципе, одна чтецца полетела сюда, одна чтецца полетела сюда, там, типа, вот здесь вот, видимо, кофе стоял, да? Вот. Ну, то есть каким-то образом можно было расшифровать, и, в принципе, анализ фотографии занимались, анализом фотографии, занимались вручную после проявки. Больше того, суперкомпьютерный центр, один из суперкомпьютерных центров, например, до сих пор называется Центр анализом фотографий. То есть там стояли большие чаны с проявкой, с проявителем закрепителя, после чего специальные люди, они занимались тем, что они проявляли, ой, смотрели на эти фотографии. Вот. Ну, посмотрите, вот, как выглядело событие. Ну, здесь вот что-то, что-то такое происходило. Ну, вот событие, как выглядит в LHC, оно похоже вот больше на вот такие вот, на такую сложность. То есть, соответственно, у нас, как я говорил, множество столкновений. Вот одно столкновение, вот другая точка столкновения, третье столкновение, четвертое, пятое. Во все стороны столкновений вылетают частицы. Ну, и, соответственно, мы можем… Оно трехмерное, соответственно, мы можем восстановить в одной плоскости, в другой плоскости, в третьей плоскости. И очевидно, что здесь нам нужно какой-то кусок автоматического анализа, потому что мы не можем посадить столько людей, чтобы они анализировали сразу 40 миллионов событий в секунду. Нам нужен автоматический анализ. А где раскрашивают траектории? Здесь траектории раскрашены в зависимости от постфактум определенного типа частицы. Вот. И, соответственно, вообще говоря, машина обучения и нейронные сетки, они начали применяться довольно давно на экспериментах физики частиц. То есть они начали применяться где-то в районе середины, начало-середины с 90-х годов для выделения сигнала. И первый тезис, по-моему, что был защищен в 94-м году уже. Так. Стандартный анализ. Данных происходит в таком виде. Соответственно, у нас обычно, так как мы не можем принять решение, точное решение очень быстро, нам нужно разделить это на несколько каскадов. Соответственно, у нас есть обычно каскад, первый каскад это нулевой, то, что называется триггер нулевого уровня или низкоуровневый триггер. Он занимается тем, что смотрит, есть ли события, которые… есть ли засветка детектора, которая похожа на события. То есть, например, сгусток каких-то хитов, сгусток засветок в одном определенном месте детектора или что-то такого типа. Обычно этот триггер реализован в виде хардвера, то есть железным образом. Дальше триггеры, они бывают и софтверные, и хардверные. Они уже более высокоуровневые, они занимаются предварительной обработкой события, смотрят, чертят линии каким-то образом, как я вот показывал на предыдущем рисунке, ищут совпадение этих линий с засветкой детектора или, например, уже триггеры второго уровня, они занимаются более точной реконструкцией всего события или конкретного распада, который нам интересен. После чего все поступает на хранение, после хранения идет оффлайновая обработка, после оффлайновой обработки есть анализ, уже который делает человек. Кроме всего прочего, у нас есть мониторинг, который занимается тоже, система мониторинга, который тоже занимается тем, что на каждый уровень смотрит, насколько качественные данные получаются на каждом из этих уровней. Ну и понятное дело, что везде здесь машинное обучение, я здесь не поставил, на самом деле здесь тоже можно поставить машинное обучение в будущем. Ну, соответственно, я буду касаться только симуляции, ну, про другое, в принципе, можно где-то еще почитать, то есть и посмотреть какие-то еще видео. Значит, зачем вообще нужна симуляция? Дело в том, что большинство событий в LHC, они базируются на анализе скорее симуляции, чем данных. Сейчас чуть-чуть стало меняться парадигма, но стандартной практикой являлось следующее. Мы симулируем все, что мы знаем, сравниваем с тем, что мы получили в виде данных и вычитаем то, что получилось из того, что получилось из данных, то, что мы просимулировали и смотрим, что есть какой-то пик. Вот, например, здесь пример, как открывали хикс. Вот эту часть мы знали, вот эту часть, вот эту часть событий мы знали, то есть мы, соответственно, могли описать то, что происходило с черными точечками, а вот здесь, сейчас через некоторое время, мы увидим еще раз, был пик, который был связан с открытием бозона Хиггса. То есть, соответственно, обратите внимание, что все, что мы знали до этого, мы описали, вот видите, симуляцией. Вот здесь было какое-то количество событий, которое явно не описывалось симуляцией, и, соответственно, мы могли посмотреть и придумать какую-то новую частицу. Соответственно, новая частица была бозоном Хиггса. Ну и вот, соответственно, тот уровень сигнала, который мы обнаружили. То есть, фактически, еще раз, как я говорю, нам нужно всего лишь просимулировать интересные нам события. Проблема возникает вот со словом «всего лишь». Что означает симуляция? Симуляция — это означает, с одной стороны, физику, то есть мы симулируем столкновение и фактически вставляем некоторые уравнения квантовой теории поля в симулятор эффективным образом и симулируем, как происходит развитие физической системы. Это примерно занимает миллисекунды. Дальше мы смотрим, как частицы пролетают через материю, через детектор, и это занимает десятки секунд, потому что там необходимо очень точно определить, что конкретно происходило в том или ином событии. И дальше после этого симуляция поступает в тот же pipeline, который я показывал ранее, связанной с данными. То есть мы пытаемся извлечь ту же самую информацию, ту же самую информацию, что и в данных, только из Монте-Карло. И сравниваем, соответственно, с данными. Все классно, только единственная проблема в том, что в реальности каждое событие занимает примерно от 1 до 10 минут для генерации, а количество событий, которые мы получаем в данных, это примерно килогерцы. Соответственно, сильно большая разница по масштабу времени. Нам нужен способ, как найти лучшую симуляцию. Ну, давайте немножко подумаем, немножко более подробно на картиночках. Смотрите, вот у нас есть два протона, которые сталкивались, и оттуда вылетали какие-то частицы. Частицы вылетали, соответственно, вот таким вот образом. Частицы, которые вылетают обычно из протонов, они нестабильны, они потом распадаются на другие частицы, которые тоже могут распасться, и в конце концов получается что-то, что похоже на квазистабильные частицы. Вот это все событие происходит где-то в районе длина, характерная длина, это 7 мм. То есть за 7 мм все от точки столкновения до точки разлета, и практически все нестабильные частицы к этому моменту уже разваливаются. А детектор, соответственно, это большая камера, ее нужно где-то поставить. Мы не можем его поставить прямо в точке столкновения, потому что, во-первых, она не очень фиксирована, то есть она немножко гуляет, но это не самое главное. И самое главное, что там будет радиационное повреждение, и мы не можем ее сильно приблизить. У нас получится что-то… Ну, у нас, возможно, получится пара фотографий, но потом детектор просто погибнет. Соответственно, у нас детектор немножко дальше находится от точки столкновения. Он находится… Он имеет длину 30 м, а точка столкновения, на самом деле, вот здесь, на графике, вот здесь вот он находится. Вот, и регистрирует он, на самом деле, только те частицы, которые квазистабильные. Этих частиц, на самом деле, довольно мало, их примерно 8 штук. Вот, и это нас очень сильно спасает. То есть мы, на самом деле, знаем, как каждый элемент детектора реагирует на эти частицы, мы можем отдельно промерить. Вот, и единственная проблема, что каждое событие, на самом деле, состоит из многих частиц. То есть, соответственно, вот я сказал, что здесь протон с протоном столкнулись, и здесь вылетела одна частица. На самом деле, их в конце, вот таких вот красненьких частиц, которые квазистабильные, их получается где-то в районе 40-50 или до сотни для этого эксперимента. В некоторых экспериментах даже больше. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать надежное описание процессов, при этом достаточно легко и хорошо воспроизводимое это описание. Ну, и самое главное, что нам нужно, это улучшить скорость в бутылочных горлышках. Напоминаю вам про бутылочное горлышко. Это было… самое большое время тратилось на то, чтобы посмотреть, как известные частицы пролетают через детектор. Но давайте посмотрим еще внимательнее на это. Как выглядит событие? Как выглядит событие? Значит, соответственно, точка столкновения находится где-то вот здесь, и отсюда летают частицы. Здесь они летят вдоль каких-то прямых или кривых, но это нарисованные воображаемые кривые. Что видно на детекторе, выглядит вот таким вот образом примерно, плюс еще некоторые кусочки детектора, которые здесь не очень видны, но я покажу отдельно в разрезе. В чем идея детектора? Идея заключается в следующем. Он состоит из многих слоев. Каждый слой реагирует по-разному на каждую частицу. И наша задача посмотреть, какие частицы распались, потом составить, откуда они прилетели, и посмотреть, что вообще произошло. Давайте посмотрим на один из слоев. Слой называется калориметр. И калориметр состоит из множества таких вот ячеек. Вот они вот здесь вот нарисованы. Вот это множество. Вот человек для размера. И, соответственно, он занимается тем, что он считывает… Вернее, не он, а система считывает с калориметра, сколько энергии потратила та или иная частица, пролетая мимо калориметра или задерживаясь в этом калориметре. Вот. И, соответственно, одна частица оставляет вот такой примерно характерный след, вот такого типа. И, соответственно, она оставляет этот след в нескольких ячейках. Дальше из этих нескольких ячейок мы можем понять, что это за частица в зависимости от формы этой фотографии. Проблема следующая. У нас есть 100 частиц. Они накладываются друг на друга. Нам нужно каким-то образом это понять. Кроме этих 100 частиц у нас пролетают разные шумовые частицы, что-то еще там… Что-то, может быть, прилетает из космоса. Поэтому у нас есть также много-много шума. Значит, первая идея, как… Соответственно, нам нужно просимулировать, как выглядит этот калориметр. Первая идея очевидна. Мы знаем все физические процессы. Давайте честно их симулировать. Вот. Физические процессы, они очень хорошо видны вот здесь. Вот смотрите. Вот частица влетела. Она каким-то образом произвемодействовала. Здесь отлетели несколько других частиц. Дальше пошли… Они полетели вперед частично. Вот еще раз, еще, еще, еще. Вот видите, тут очень много маленьких деталей, которые нужно просимулировать. Собственно, это и есть полная симуляция, которая занимается физически мотивированной симуляцией. Она изначально, она уже довольно давно доступна. То есть, и сейчас используют тулкит популярный «Джиант». Он популярен не только в физике частиц, но, кажется, в астрофизике и даже в некоторых медицинских приложениях. И, соответственно, что этот тулкит делает? Он занимается именно честной проработкой всего пролета частиц. Как вы понимаете, так как тут уже видно по детализации картинки, это очень долго. И, соответственно, у нас есть проблема в том, что эти частицы, эта обработка будет… Симуляция будет заниматься сильно большое время. То есть, это вот как раз примерно картинку такую получить для большого эксперимента. Наверное, несколько секунд, наверное, 10 секунд, например. Где-нибудь так. Ну и первая идея, которая приходит в голову. Ну, а давайте-ка разобьем все возможное пространство, все возможные частицы, все возможные падающие частицы на маленькие кубики. То есть, сделаем какую-то таблицу. И дальше, когда частица с каким-то определенным импульсом, с какой-то определенным типом прилетает в калориметр, мы просто будем подставлять из этой таблицы уже пригенеренный заранее отклик. Вот. Вот. Соответственно, штука такая… Вот такой подход называется замерзшие frozen showers, соответственно, замерзшие ливни. Вот. Она занимается тем, что она разбивает все пространство падающих частиц на трехмерный импульс и двумерную координату, и получается пятимерное пространство для каждой частицы, для каждого типа частица. Все очень хорошо, но дело в том, что между каждым элементом таблицы у нас будет довольно большой разрыв, поэтому, в принципе, сейчас еще заодно между этими элементами таблицы делают какую-то интерполяцию. То есть, они берут физические… какие-нибудь физические параметры ливня и смотрят на интерполяцию между этими ливнями. Что в этом подходе хорошо? Мы все понимаем, что происходит, и на самом деле мы контролируем… Если нам нужно больше качества, мы просто берем и, соответственно, генерим больше ливней в данную конкретную ячейку и делаем из этой ячейки четыре маленьких или несколько маленьких, скажем так. Ну и проблема, понятное дело, связана тоже с табличкой, то, что у нас есть пятимерное пространство. Для того, чтобы сделать реально выигрыш по качеству, у нас нужно сделать очень-очень много примеров ливней, чтобы в каждую ячейку поставить по примеру этого ливня. Мы также можем сделать полностью интерполировать между разными ливнями, то есть, избавиться полностью от таблички, но, к сожалению, это требует просто грандиозного количества ресурсов, то есть, ну, там, год, например. А потом что-то произойдет, что-то поменяется, и мы заново… нам нужно заново будет переделывать эту полную интерполяцию. Вот. Ну и это, соответственно, было очевидно, что надо с этим что-то делать, и тут помогло, собственно, машинное обучение, и помогла, собственно, статья 2014 года про генеративно-социативные сети. Идея… Я не стал здесь много, на самом деле, в презентации много уравнений писать, вот, ну, идея очень простая, то есть, у нас есть кто-то, кто пытается подделать картинку, генератор или какой-то фальшивый… фальшивый художник… или… или человек, который пытается подделать картину. Вот. И есть какой-то детектив или дискриминатор, который пытается сравнить нарисованную картину с какими-то оригинальными картинками, и говорит, правильно или неправильно, и дальше, соответственно, генератор тренируется до тех пор, пока он не сможет обманывать достаточно хорошо детектива или дискриминатора. Вот. Теперь вопрос, где взять красивую картинку. Ну, картинки мы уже видели красивые, да, мы берем… мы берем… сталкиваем… сталкиваем два протона, сфотографируем это на камеру, это и есть так самая картинка, которую нам нужно подделать. Вот. Соответственно, соответственно, что… какая идея заключается… где-то в районе 2016-2017 года появились первые идеи о том, как это все должно выглядеть, и первая идея заключалась в следующем. Давайте… вот смотрите, у нас есть красивый околориметр, который вот вы видели, да, он такой выглядит, как стена из кучи кубиков. Давайте эту картину будем пытаться воспроизвести без использования физики. То есть просто показав… показав что-то нагенеренное с помощью честного физического эксперимента, и дальше мы пытаемся поделать. Здесь использовались довольно простые генераторы… здесь использовались довольно простые созидательные сети, то есть, соответственно, у нас был генератор и дискриминатор. Единственная разница в том, что кроме стандартной для генеративно-созидательной сети структуры, у нас еще был дополнительный регрессор, который занимался тем, что он симулировал реконструкцию. То есть он пытался из этой картинки получить какую-то информацию, так, как если бы мы по-честному начинали ее реконструировать. То есть из задачи калориметра, например, посчитать энергию, и регрессор должен был пытаться посчитать энергию. Были разные подходы, вставлять регрессор в лосс или не вставлять регрессор в лосс. В данном случае, в последней статье, которую я видел, они вставляют некоторую информацию в лосс, и, соответственно, генератор знает о том, что у нас существует специальная реконструкция, которую тоже нужно подделать, не только картинку. Ну и какие результаты? Вот, и результаты, собственно, выглядят вот таким вот образом. Посмотрите, сверху это физически мотивированный засветка, а снизу это засветка, которая получается из генеративно-сосвязательной сети. Обращаю ваше внимание, что они не должны точно совпадать, потому что там есть вероятные процессы. Они должны примерно, примерно, похоже быть по типу, то есть по форме, да. Ну и, соответственно, видно, что это для разных энергий, для разных частиц, которые вот эти частицы летел в одну сторону, вот эти частицы летел в другую сторону, видно, что они более-менее воспроизводятся с помощью генеративно-сосвязательной сетью. Но тут появляется проблема. Проблема заключается в том, что в физике нам не нужны картинки, нам нужны числа, которые мы потом можем вставить в какие-то модели. Соответственно, что мы должны сделать? Мы не только должны посмотреть, насколько картинки красиво подходят, ну и, соответственно, сделать реконструкцию после этого над этими картинками. Вот. Здесь все не так хорошо. То есть есть места, есть перемены, например, какой-нибудь асимметрия этого кластера, который остался в частиц, который оставил частицы, или какой-то асимметрия в поперечном размере этого кластера. Соответственно, она немножко отличается от того, что делает генератор. Насколько, вот я говорю здесь немножко, здесь вы можете сказать, что здесь вот есть какие-то вещи, которые достаточно сильно отличаются, но тут надо учесть, что по этим картинкам мы также не будем делать анализ. Мы будем делать анализ, например, может быть, мы будем делать анализ только вот в этой маленькой области, а здесь все ок, вроде как. Или нам, например, наш анализ будет вообще нечувствительен к этой структуре. Вот. Соответственно, вот вроде мы начали уже каким-то образом воспроизводить результаты, и дальше возникает вопрос, откуда мы можем взять трейн, то есть откуда, на чем мы можем тренироваться. Проблема, которая у нас стоит, заключается в следующем, что мы обычно тренируемся на физически мотивированном симуляции. То есть фактически мы пытаемся воспроизвести симуляцию. Это немножко странно, потому что, ну, зачем же у нас есть какая-то симуляция, которая, может быть, немножко отличается от данных. Вот, посмотрите, вот данные черными квадратиками, ой, черными точечками стоит, а симуляция красными точечками, которые мы пытаемся воспроизвести, видите, она сама по себе внутри имеет какие-то проблемы. Вот эти проблемы можно каким-то образом решать, можно каким-то образом игнорировать, но нам все это не интересует. Соответственно, нам нужен был способ, каким образом тренировать эту генерацию картинок на данных напрямую. И что мы сделали? Мы использовали технику, которая называется в физике частиц S-виса. То есть фактически мы сказали, что мы знаем еще одну информацию, а именно, что те частицы, которые нас интересуют, на самом деле пришли из каких-то распадов. И, соответственно, у нас эти распады имеют какую-то физическую модель или такую физически мотивированную модель. Что мы сделали? Мы сказали, что у нас есть еще дополнительная, кроме того, что мы даем генеративно-социзательные сети, у нас есть еще дополнительная информация, которую мы можем извлечь с помощью приближения оценки максимального правдоподобия. Соответственно, из этого максимального правдоподобия нам нужно было вытащить кусочек, который характерен только для сигнала, и внести это все в лоз, и таким образом начать тренироваться на данных, вместо того, чтобы заниматься дополнительными изысканиями. То есть фактически получается, что вместо того, чтобы приближать, мы смогли, вместо того, чтобы приближать какое-то физическое мотивирование на Монте-Карло, мы вот с помощью такого простого трюка, мы смогли учиться на данных, по-честному, то есть на каких-то, в которых был какой-то шум. Вторая проблема заключалась в следующем, что у нас мы пытаемся предсказать картинки, картинки, безусловно, предсказывать сложно. Давайте вместо того, чтобы предсказывать картинки, будем предсказывать результаты анализа этих картинок. То есть у нас, как я сказал, да, у нас есть генераторы. Вместо генераторов, после генератора идет симуляция отклика детектора, и после симуляции отклика детектора у нас идет реконструкция, и дальше только идет анализ данных, которые делает человек. Давайте вместо того, чтобы симулировать картинки, будем симулировать вот это все. То есть и работа алгоритмов заодно. То есть мы вместо того, чтобы анализировать, говорить, что нам нужно финальное пространство, которое выглядит как 5 на 5 квадратик, то есть 25-мерное, мы снижаем какого-то там 5-6-мерного пространства. Вот, соответственно, это нам даст сильно упрощение сдачи. И проблема в том, что таким образом мы выкидываем всю информацию о близлежащих частицах, мы, соответственно, должны использовать какие-то прокси-переменные, которые учитывают, что вокруг тебя тоже летают частицы, и каким-то образом эффективно учитывать шум. Вот, такая идея была реализована на черенковских детекторах. Черенковские детекторы имеют немножко другую структуру в сравнении с калориметрами. Если калориметры выглядели как квадратики, и там, соответственно, отклик выглядел как такая засветка, для черенковского детектора все немножко по-другому. То есть, соответственно, пролетает частица, за ней прилетают фотоны, которые были выбиты этой частицей из среды. И, соответственно, эти фотоны выглядят в идеале, выглядят как кружок на каждой, на плоскости. Вот, и, соответственно, пролетает одна частица, там есть кружок, вторая частица — кружок, третья частица — кружок, и, соответственно, вот видите, вот как выглядит, например, в центральной зоне несколько кружков, которые должны были быть, и, соответственно, наша задача — провести, собственно, к черной круге. То есть, у нас есть индивидуальные фотоны, через них мы должны провести черные круги. А почему размеры? В зависимости от импульса и от массы частицы. То есть, там, соответственно, уравнение, которое сравнит импульс массы частицы, и дальше мы смотрим. Вот, и алгоритм, он на самом деле возвращает правдоподобие, ну, что-то похоже на правдоподобие этой частицы, и дальше вот именно эти правдоподобия, а не распределение фотонов на плоскости, мы их и предсказываем. Вот, значит, вот результат. Значит, мы здесь использовали вместо Ганна Вассерштейна и Ганн Крамера, вот, и, соответственно, вот пример распределения нескольких частиц, нескольких перемен, которые мы должны были делать в зависимости от импульса и от угла в лабораторной системе координат частицы. Да, вот я что-то подумал, что я не сделал никакие презентации. Значит, проблема с Вассерштайном заключается в том, что в какой-то момент у него вблизи решения начинает… градиент начинает ходить как-то по кругу немножко. Крамер Ганн решает эту проблему, соответственно, эффективной добавкой к лосс-функции. Вот, я, к сожалению, не могу показать уравнение, но я могу показать статью, когда… после доклада. Вот, ну или если вы там вот зайдете сюда, то можете посмотреть на… там, по-моему, есть уравнение. Вот, значит, соответственно, дальше… дальше проблема, которую я уже немножко упоминал, она заключается в том, что мы не знаем, как… что конкретно… на что конкретно мы целимся. То есть мы, безусловно, можем минимизировать какие-то… какие-то лосс-функции, но нам, на самом деле, нужны физические характеристики. Физические характеристики, это совсем… они не обязательно коррелируют с тем, что… с тем, что мы хотим приблизить. Вот, и, соответственно, соответственно, мы… что мы делаем? Мы… для быстрой… для быстрого анализа мы пытаемся понять, насколько… лайклихуды, насколько правдоподобие, которое мы загенерили, имеет такую же дискриминативную силу по сравнению с данными. То есть, соответственно, мы используем… мы пытаемся найти аук для… для какого-то отложенного сэмпла и аук для нашего сгенерированного сэмпла. Дальше мы считаем разницу между ауками и смотрим… смотрим в зависимость от кинематических переменных. То есть, ну, там зависимость какая-то есть, но там ошибка получается в районе трехтысячных, да, трехтысячных, даже, может, меньше. Ария-under-рок-curve, соответственно, это… характеристика, которая показывает качество… качество дискриминации. Вот так вот. То есть, это… таким вот образом. Вот. И что мы делаем вместо… ну, то есть, это для быстрого теста, но медленный тест нужно сделать все равно, поэтому мы вставляем… мы вставили эту генеративную… полученную сеть в пайплайн… в пайплайн анализа LHC и проверили, как она выглядит. И вот, соответственно, вы можете посмотреть распределение синими. Это данные, которые никогда не видела генеративная сеть, а розовыми – это данные, которые придумала генеративная сеть, плюс какие-то… плюс какие-то дополнительные уже вещи, которые… которые генеративная сеть не могла предсказать. Соответственно, вы видите достаточно неплохое качество, но здесь есть какие-то… есть проблемы некоторые в постах, о которых я немножко еще скажу на следующем слайде. И, собственно, проблема в хвостах, она на самом деле одна из больших проблем для физики. Как я говорил, то, что мы предсказываем, мы предсказываем на самом деле… мы… то, что мы пытаемся предсказать, мы пытаемся предсказать какие-то картинки или даже какие-то характеристики анализа этих картинок, однако это не имеет никакого отношения или имеет малое отношение к тому анализу, который мы будем делать после этого. Соответственно, иногда анализ концентрируется на тех местах, в которых генеративные модели не так сильны, то есть, например, в хвостах. И вот статья, в которой… ну, одна из статей, в которой пытались воспроизвести, как генеративная модель в себя ведет… предсказывают хвосты распилений, и, в общем, итоговая… итоговая идея заключалась в том, что там необходимо какие-то дополнительные констрейнты делать для этих хвостов, потому что иначе то, что происходит в физике, вот в этих вот местах, где не было событий, где мало вероятное количество событий, оно будет предсказано неправильно, ну, это было очевидно, но оно может быть предсказано совершенно случайным образом и как-то очень-очень плохо. Вот. Соответственно, вопрос, который поднимается, что нужно делать для того, чтобы… если мы хотим какое-то конкретное место предсказывать, это использовать какие-то ганы или какой-нибудь нормалайзинг-флоу или что-то еще, или лучше просто остаться с физической моделью, которая каким-то образом очень плохо… очень плохо аппроксимирует, но, по крайней мере, по крайней мере, оно вот здесь будет очень точно уходить в нужное… иметь нужный хвост. Что можно сделать? Это попытаться каким-то образом разбить эту картинку, которую мы пытаемся загенерить. То есть вместо того, чтобы, например, как мы сейчас сделаем… как мы изначально могли сделать, вместо того, чтобы… чтобы симулировать полностью отклик детектора, мы сейчас симулируем маленькие его части. То есть, соответственно, вот здесь вот один генеративный модель, вот здесь вот другая генеративная модель, здесь вот третья генеративная модель. Насколько суммарно отклик будет правильным, мы пока что измерения не проводили, но догадываемся, что там должен существовать какой-то байс. Соответственно, идея в том, что если мы сделаем много маленьких генеративных моделей, возможно, что, в принципе, этот байс каким-то образом уйдет за счет того, что наша модель будет менее точна. Вот. И, соответственно, мы можем продолжать разбивать, но единственная проблема заключается в том, что если мы разобьем полностью на все очень маленькие-маленькие кусочки, это будет физически мотивированная симуляция не хуже, чем тот же самый Giant IV. То есть, соответственно, в какой-то месте нам нужно будет понять, что мы хотим сделать более точно или более быстро, или более физически мотивировано. Вот. Ну и, соответственно, про скорость. То есть я говорил изначально, что у нас есть генеративные модели, которые нам нужно сделать для того, чтобы она ликвидировала отставание от скорости в симуляции по сравнению с данными. Вот. Однако сейчас, вот, например, для Черенковских детекторов нам нужно примерно 300 миллисекунд для того, чтобы полностью прогнать генеративную модель для всего события. Это все еще не хватает. Этого все еще не хватает. Нам нужно примерно по такому полу-техническому заданию нужно примерно 50 миллисекунд. Вот. Насколько это возможно достигнуть с помощью ГАНов, мы точно не знаем, но может быть, какой-нибудь там дистилляцию или что-то еще нужно попробовать, которая поможет нам в итоге получить нужное качество с более, более быстро. Ну все. То есть, соответственно, вы видели симуляции. Симуляции довольно… там есть очень много работы, потому что большой адронный коллайдер в реальности, и не только большой адронный коллайдер, физика чтец, требует множества симуляций. Генеративные модели, глубокие генеративные модели, на самом деле сейчас используются, и примерно ориентировочно в этом году они должны уже выйти в анализ. Соответственно, я думаю, что первые статьи с анализом, основанные на генеративных моделях, должны выйти вот примерно в конце года, может быть, ну где-то, может быть, в начале следующего. Вот. Первый процесс, первые результаты были очень удачными, и… но проблема с… некоторые проблемы все еще остаются, то есть, ну, я напомню, там у нас есть была проблема скорости, но это не так страшно, более страшно, то, что мы не очень понимаем, насколько точно генеративную модель предсказывает true модель, которую задумала природа. То есть, у нас нет пока что, мы не можем точно определить ошибку генеративной модели в данном конкретной области. И вот сейчас мы пытаемся, пытаемся это побороть и посмотреть, как это все будет. Все, спасибо большое. Проблема в качестве генеративных моделей не только здесь стоит. Да. Ваши вопросы? Да, конечно. Один, честно поясню, вы ничего не сказали о входных векторах, размеры, и что это компоненты из себя представляют? Да, сейчас, секундочку, я там… Картинка или все-таки числа? Значит, входные вектора, вот здесь вот есть, например, это трехмерный импульс частица и двумерная координата, куда эта частица упала, например. То есть, не такие большие… То есть, это число, да, это небольшой размер, да. На одну частицу. На одну частицу. Плюс еще умножить на количество частиц, или там типа, если мы сгенерируем в событии, да. А теперь насчет того, реально, как вы обучаете. Каждое событие – это и есть обучающий паттерн, а на вход подается у вас, бог знает сколько сразу паттернов на вход сети. Да. Как вы? Вы обучаете на отдельные паттерны или на совокупность того, что вы приходите и классифицируете? Это там есть что-то, события новое или ничего? Смотрите, мы, значит, мы генерируем исключительно… Первое, мы генерируем исключительно частицы, которые, вот, которые долетели до детектора. И, соответственно, это те частицы, которые мы точно знаем. Дальше реконструкция должна сложить из них правильный или неправильный сигнал. Вот. А когда мы вкидываем паттерн, вот здесь вот, например, да, мы ему рассказываем… Мы не только даем паттерн, но и то, к чему этот паттерн соответствует. То есть у нас есть, например, вот то, что я говорил, да, импульс… Да, да. Одновременно они не приходят, сигналы все идти, одновременно паттерны на… В одном событии, да, если вы имеете в виду, что много частиц, да, соответственно, вот если генерировать картинку, все очень классно, потому что мы можем сгенерировать практически одну частицу, а потом ее размножить. Вот. Если генерировать, как я говорю, результат алгоритма уже обработки, там уже все плохо, потому что мы не знаем, как алгоритм реагирует на конкретную близость к конкретной частице, насколько… для данного конкретного случая. То есть нам… мы, соответственно, генерируем не только картинку, не только результат картинки, но и результат ошибки алгоритма из-за того, что есть несколько… несколько шумовых частиц вокруг него. Скажите, пожалуйста, вот эти черенковские детекторы, то, о чем вы говорили, они являются элементом всей конструкции, или это какой-то особый детектор? Это многослойный, вот опять многослойный вы говорили, много слоев. И каждый слой – это черенковские детекторы? Нет, смотрите, у нас есть, вот, например, LHCB, вот у нас есть один черенковский детектор, вот здесь вот стоит второй черенковский детектор, здесь калориметр, здесь именная камера. То есть, соответственно… Это не черенковский? Это нет, не черенковский. Нет, 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 нет. Только вот конкретные детекторы, мы знаем, как конкретно реагируют. То есть вот так. Я говорю, у меня есть приятель старший, работающий в Акробененном институте, который рассказывал, что он лучше всех в мире умеет… Вот когда есть столкновения, у тебя есть рабочее поле, вот эти осколки, и там надо провести, выяснить, сколько окружностей. Вот он это умеет. Вот тот момент, когда шел на конференцию, и говорит, вот там немец появился, говорят, что он ушел. Может, вы знаете, а сурского. Да, знаем, да. Ну, да, 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 да. Ну, то есть, да. Не так сильно, но… Вот про эти акробации ты тоже рассказываешь. Да, да, да. Но мы занимаемся тем, что мы пытаемся загенерить эти окружности. То есть он пытается реконструировать, а мы пытаемся, наоборот, загенерить. То есть, да, соответственно, симулировать, да. Да. Никита. Какие модели собираются до конца года при помощи к физике результаты? В LHCB. В LHCB… Стоп. В LHCB в продакшн вышел LAMAR. Это фреймворк, который занимается быстрой симуляцией. Соответственно, быстрая симуляция доступна для анализов. Я думаю, что к концу года это вполне себе возможно. Про два, до конца. Конечно, конечно, конечно. Это все очень легко. Вопрос про физические модели, которые какие-то середины. А есть ли такие, ну, имеется в виду… Ну, вот так вот. Ну, сколько, ну, там много физических моделей. А можно ее прощать? Ну, скажем, все плановые вещи, которые бывают, всякие разные… Да. Насколько они… То есть, понятно, что они раньше никогда не рассматривались, потому что сложно было их вывести нельзя. Но есть ли такой класс моделей, и можно ли их им премистрировать, соответственно, использовать в вашем конец? Да, да. На самом деле, это одна из вещей, куда, в принципе, движется… Одна из идей, куда, в принципе, движется наука. То есть, смотрите, вот мы можем запераметризовать не полностью вот это вот распространение всего ливня, а только кусочек, который вот, например, там, частица несколько тысячная отлетела, и вот здесь вот уже параметризация будет работать. То есть, соответственно, мы будем эффективно учитывать не весь ливень, а только кусочки маленькие. Такие есть вещи для табулярных методов. То есть, вот здесь это тоже практикуется, но я не стал сильно углубяться. То есть, то, что существует, оно дает хорошие результаты тоже, потому что оно дает большую вариативность откликов, таким образом. Мы экономим на статистике. А для генеративных моделей, насколько я помню, таких подходов сейчас нет, но это, в принципе, то есть, рассматривается. То есть, я знаю, что это рассматривается. Я не знаю, насколько… Я не видел ни одной статьи, которую я бы где-то использовал. Ну, я скорее имел в виду целую модель модели. И если начинать, то это совсем простую. Ну, не знаю, более-менее классическая механика и взаимодействие с какими-то важными механизмами салмами. Рождение частиц морского статистика. Очень простые. Ну, такие стат физические или аналитические механики модели. Да. И дальше крутить ручки. Да, 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 да. Вот такой вот, это, скажем, один уровень. Как вы говорите, это может быть уже совсем простая настоящая модель. И вот вся эта ра… Да, это, то есть, как бы это зависит от того, сколько у нас есть, ну, то есть, человеческих ресурсов, компьютерных ресурсов и вот это все. То есть, они приводятся в баланс. Соответственно, пытаются, да, то есть, насколько детализированный процесс симуляции, это крутится руками, то есть, зависит от того, сколько мы можем себе позволить. Соответственно, да, такого типа модели они рассматриваются, но вот я, как я говорил, что я хорошо помню способы, когда они вставляли только окончание ливней. Вот, насколько то, что вы говорите, было, я не очень уверен, что… Я понимаю, что это монет, а скорее про будущее, потому что раньше, понятно, это дело, что модели не рассматриваются. Во-вторых, руками были. Да, это хорошая… Да, 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 это в эту сторону, то есть, вот, например, люди, которые занимаются колориметрами, они… Это одна из вещей, в которые они смотрят, да, да. А, смотрите, мы не симулируем частиц, которые… не долетают до нашего детектора. Соответственно, мы ничего специального туда не закладываем. И это наша задача. Если при этом у нас в данных появится что-то, что совсем не соответствует нашей симуляции, мы туда и должны будем смотреть. Безусловно, существует читист, которые должны долететь и распасться где-то внутри детектора. И это специальный класс анализов, который не покрывается, наверное, этими генеративными моделями, скорее всего. Давайте еще раз поблагодарим нападчика. Все, спасибо. Спасибо.